Олимпийский стадион стал в прошедшие выходные местом проведения Всероссийского дня зимних видов спорта. В годовщину Сочинской Олимпиады здесь состоялись показательные выступления спортсменов, фотосессии с участниками Олимпийских игр, дискотека на льду. На праздники спорта побывала и наша съемочная группа. Забывать Олимпиаду, проведенную на российской земле, никто не собирается. Доказательство тому Всероссийский день зимних видов спорта, который планируют сделать традиционным. И, конечно, невозможно представить этот праздник без участников и чемпионов Олимпийских игр из Чувашии. Год прошел, как прошли Олимпийские игры, как будто вот вчера они были. И в течение года, естественно, вспоминали те победы, те яркие победы. На самом деле Россия продемонстрировала очень яркие победы. Поэтому сегодня еще раз вспомнить, мы еще двойне рады. Мне было очень приятно, потому что я видела тех людей, с кем бежала я из стафету. Вообще форма красивая и столько эмоций. Я считаю, что такие праздники вообще нужны они. Что они будут каждый год, это считаю, что правильно. Олимпийский стадион на время превратился в настоящий спортивно-развлекательный комплекс. Спортивный, потому что тут выступали воспитанники школ по фигурному катанию, хоккею с шайбой и шорт-треку, демонстрируя свои умения. А развлекательный, потому что после захватывающих выступлений всех ждала дискотека на коньках. Сегодня было весело, много эмоций, много друзей, знакомых. Мне понравилось. И в следующем году обязательно, 7 апреля, второй год после Олимпийских игр буду праздновать здесь же. Такого в Чебоксарах еще не было. Диджеи на время сменили студии и клубы на открытую ледовую площадку и устроили развлекательный вечер прямо на льду. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика.